друзья приветствую сегодня у нас на обзоре абсолютно новая модель asics asics jolt 3 моделька свежая появилась собственно говоря только весной 2021 года давайте подробно и рассмотрим и как всегда сделаем какие-то субъективные выводы вторишься субъективные потому что не претендуя на какие-то скажем так маркетинговые изыскания производителя и уж тем более на точные технические характеристики приобретались кроссовки данные спорт мастере собственно говоря 11 с половиной американский размер я его собственно говоря всегда покупаю на других остальных парах там не балансов adidas ах собственно говоря nike не ношу в принципе не знаю как там здесь собственно говоря вот соответствие стопроцентно то есть если вы носили до этого обувь new balance adidas может быть какие-то еще модели но вдаваться подробности не буду у меня размер совпал полностью единственное что хочу отметить здесь вот сантиметрах указано 29 евро стоит 46 допустим на тех же не балансах евро размер соответствует 45 и 5 в сантиметрах 29 с половиной ну имейте ввиду там кто будет заказывать через интернет я эти кроссовки приобретал непосредственно в магазине об этом кстати тоже немножко позже расскажу вот поэтому как бы и у меня была возможность померить я подобрал те которые не оптимально подходили и так собственно посмотрим что у нас внутри для тех кто не знаком с брендом а секс хочу отметить что это один из лидеров в мире по производству профессиональной спортивной обуви если вообще не лидер в целом и так что мы с вами имеем собственно говоря вот они перед нами а секс джолт 3 последние скажем так в линейке джолт производства 2021 года и так чем они отличаются собственно говоря от джолт 2 до объективно скорее всего ничем да возможно какие-то нюансы произошли я предполагаю что вот эта вот сетка по иной технологии производится возможно тут где-то какие-то другие материалы используются стелька возможно стала другой там наверное какие-то изменения произошли относительно подошвы но в целом я уверен на 99 процентов что технологически они не поменялись совсем да и зачем собственно говоря это базовая модель в линейке а секс она не предназначена для какого-то профессионального спорта у них нет тут армированных сеток какой-то технологии ель амплифом там и всего остального что собственно говоря делает эти кроссовки профессиональными для профессионалов в области бега или каких-то других видов спорта это обычный лайфстайл кроссовки которые предназначены исключительно наверное для легких нагрузок ну собственно для этих целей они приобретались поэтому я честно говоря с этой обуви столкнулся в первый раз к своему стыду кроссовок у меня очень много было и есть и будет вот поэтому вот а секс честно говоря всегда я обращал внимание что их расхваливают очень сильно везде решил просто проэкспериментировать купить данную пару а вот но сейчас вкратце расскажу собственно говоря что они из себя представляют значит первый момент насколько я понял из обзоров что вообще данная модель к она является ну наверное одной из самых примитивных там есть еще и патриот но это вообще мне кажется шлаг последний а это базовая модель в принципе в ней нет никаких технологий то есть запатентованной технологии гель здесь нет пены амплифом здесь нет здесь обычный обычная его вот собственно говоря то есть никакого гортекса просто синтетические материалы синтетическая стелька но при всем при этом что мне собственно я хотел сказать поскольку наверное за последние пять лет я приобретал обувь исключительно через различные сайты скидочные ну как бы по фулл прайсу честно говоря приобретать все это не хочется поэтому всегда как правило ищешь какие-то скидки возможность купить подешевле и честно говоря настолько к этому привык что забыл одну важную вещь чтобы вообще в целом конечно надо приобретать мере потому что какая бы она хорошая не была какие бы технологии в ней не использовались в любом случае очень важно ее примерить на свою стопу вот ну давайте вернемся ладно собственно к самим кроссовкам что мы имеем здесь то есть у нас здесь собственно говоря вот такая вот подошва никаких технологий повторюсь здесь нет обычная его здесь жесткая резина кстати очень видимо качественная чтобы не стирался не стиралась сама его отвода есть для воды ну в принципе протектор не грубой я думаю будет собственно говоря комфортно и в городских условиях на бездорожье в нем передвигаться такие обычные то есть для повседневной эксплуатации кроссовки ничего тут сверхъестественного я не вижу значит тут опять же тоже везде синтетические материалы сделаны все достаточно аккуратно местами конечно клей поступает но вы знаете я обратил внимание и за 20 тысяч рублей пара стояли примерно с таким что технология производства я так предполагаю одна и та же конвейер на котором они делаются тоже идентичный поэтому все плюс-минус одинаково что понравилось значит здесь такая стилька арталайт она не вытаскивается не могу вынуть показать достаточно толстая комфортно значит боковины вот здесь очень мягкие очень мягкие натирать точно не будет будет комфортно удобно шнурки достаточно длинные но опять же я не заморачиваюсь не никогда их не заправляю то есть вот ну в таком виде вот они меня всегда находятся кому нравится кто-то может заправить сами шнурки качественные не круглые развязываться не будут ну и как бы здесь собственно опять же синтетических материалов сделан знак очень порадовал что вот на этом сгибе есть исключительно сетка потому что это место подвержено особой нагрузке это сгиб и собственно говоря здесь разрывы максимально вероятны поэтому очень удачно что здесь нет вот этих синтетических материалов и скорее всего проблем никаких не будет вот что хочется отметить значит померив порядка наверное 10 пар кроссовок а приобретались они в спортмастере причем я померил разные абсолютно бренды это были и четыре или пять пар а сексов там какие-то скетчерс еще были несколько пар найк adidas of ну как бы задача была собственно говоря вот такую базовую модель приобрести но нужно было максимально легкая сетка чтобы в них было комфортно вот практически но не летом а там до 20 градусов максимуме что я могу отметить ни одна из пар обуви причем даже а сексовская не могла показаться такой вентиляции как здесь я не знаю как они этого добились в принципе если вот на свет грубо говоря здесь фонариком сверху посветить он полностью просвечивается но это офигенность сетка она очень комфортно вы одеваете ее и просто ну делаете шаг и вы чувствуете как нога у вас продувается это для меня вот реально открытие я никогда собственно говоря и не за одной пары обуви такого их таких ощущений у меня не было то есть это реально кайф собственно говоря к этому я весь этот обзор и вел что вы можете померить прийти в любой магазин 10 пар там обуви и обуви гораздо более технологичны чем эти кроссовки из технологии гель стекла амплифом и с гортексом из чем угодно но далеко не факт что это обувь вам подойдет лично я одев эти все эти пары ну не ощутил какого-то запредельного комфорта да надо отметить одну важную вещь я не занимаюсь профессионально спортом я не собираюсь марафоны в этих кроссовках бегать я собственно говоря эксплуатирую в обычном в этом режиме то есть я просто в них хожу вот собственно говоря вот для тех целей для которых я их приобретал я считаю что это самая разумная покупка со всякими там бонусами по итогу они мне встали где-то в районе трех тысяч рублей я считаю что это вообще копейки за подобные кроссовки сделаны они супер качественно такого комфортно такой колодки как здесь у вас сексов я вам честно скажу я не встречал даже на не балансов супер удобно вообще всячески рекомендую те кто никогда не сталкивался с обуви asics прямо вот возьмите себе на заметку как она конечно может быть до слишком спортивная и не всегда там подходит под какие-то варианты одежды но по своему комфорту она переплюнет мне кажется практически любые модели даже самых-самых топовых брендов поэтому рекомендую приобретайте я думаю вы не пожалеете вообще вот судя по всему мое отношение к этому бренду и вообще к лидерам рынка в части спортивной обуви после вот того как я приобрел вот эти вот базовые кроссовки крайне поменялось поэтому не гонитесь за технологиями не гонитесь собственно говоря за какими-то раскрученными маркетинговыми фишками просто придите в магазин даже если вы собираетесь приобретать эту обувь через интернет придите померяйте посмотрите в чем вам комфортно удобно как у вас они сидят на ноге размер опять же попробуйте подобрать а после этого только заказывать потому что конечно показывает что ну далеко не всегда получается приобрести на то что рассчитываешь не не мере обувь да конечно безусловно у каждого бренда там свои колодки и вы можете по факту грубо говоря купив один раз одни кроссовки покупать аналогичный но вообще в целом скажу вам что и здесь все недалеко не так однозначно к сожалению разные модели в том числе того же а секса я их там пока мерил грубо говоря осознал что очень многие даже просто по размеру не совпадали я уж молчу про какие-то технологические вещи поэтому смотрите я крайне крайне рекомендую данную модельку своих денег она однозначно стоит вот выглядит шикарно дышащие просто 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 отличные кроссовки